Приветствую вас, я бы хотел указать вам на два момента о вашей истории. Вот, я не буду слишком сильно углубляться в детали, да, в глубь, потому что написали бы не очень понятно. Вот, это есть логические несостыковки, вот, есть нечёткости, есть грамматические ошибки в тексте. Вот, поэтому я не буду вникать в подробности, ну, то есть не буду описывать все подробности, вот, просто укажу вам на два момента. Первый момент заключается в том, что вы по сути, по сути, да, вы ничего не делали для себя. То есть всё, что вы делали, вы делали для неё, и только для неё, видимо. Как вы сами говорите, то, что до того, как вы её встретили, вы о себе не заботились, вы не учились, вот, и так далее. Лишь только, вот, встретив её, лишь только познакомившись с ней, вы начали что-то делать ради неё. То есть, заметьте, не для себя вы начали делать, не для себя. Вы делали это всё для неё. Понимаете? Из-за этого вы, по сути, сразу вступили в роль жертвы. Вы вступили в роль жертвы, но по факту вы, конечно, были спасатели, потому что вы относились к девочке как к жертве, вот, которую нужно, соответственно, спасать. Вот. Что и, в общем-то, привело, по итогу, к тому, да, что вы потратили 8 лет своей жизни для того, чтобы у вас было будущее, вот. Когда это, когда это будущее стало под угрозой, да, то есть, когда будущее оказалось под угрозой, точнее, вот. Вам тут же стало не для чего жить, по сути. Понимаете? И вы тут же почувствовали, вам тут же стало плохо и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вы любили, если не любили себя, вы так и не любите себя до сих пор. Вы как не прислушивались к себе и к своим чувствам, вы так и не прислушивались к себе и к своим чувствам. Помимо вот таких вот очень ярких, которые вот уже, ну, а в которых уже не сбежат, да, в которых уже никуда не деться, которые как бы, ну, сами привлекают ваше внимание. Понимаете? Понимаете? Вот. И все. Спаситель делал. Поэтому первый момент – это выход из состояния спасителя, из состояния жертвы. И начать что-то делать для себя. Не для нее и для вашей, вашей возможной семьи. А просто брать и делать что-то для себя. Просто для себя. Брать и что-то делать. Брать и что-то делать. Это то, что вам нужно. Нужно. Так или иначе. Ну и, соответственно, если, если есть желание, да, если хотите, вам в этом можно будет помочь. Дальше. Значит, при взаимоотношениях с людьми, при взаимоотношениях с людьми существует несколько, скажем так, отдельных сфер. Функциональная и непосредственно сфера взаимодействия. То есть, я уверен, что как сотрудник, как деловой партнер, вы идеальны. Но этого мало для взаимодействия именно, например, с девочкой. Этого мало. Девочке действительно нужно разговаривать. Девочкам действительно нужно эмоционально. И ваше объяснение, да, что вот вы не можете одновременно там работать, учиться и, соответственно, общаться с ней, да, девушку не волнует. Не потому, что она эгоистка какая-то, да, не потому, что она вот какая-то такая, что не понимает вообще вас. Нет. А потому, что девочки так устроены. Знаете, девушки так устроены, что им нужно внимание. Если внимание им этого не даёт, да, мужчина, если он сам, как бы, вот, не делает ничего, да, что вот давало бы девушке внимание, что они, как бы, ну, уходят от него, может быть и не уходят, да, но в любом случае, как бы, негативно это воспринимают. И никакие объяснения здесь не касаются, вот. Просто поймите, что девушке объяснять некоторые вещи, да, вообще бессмысленно. Не потому, что они глупые, не потому, что они там не хотят понимать, не потому, что они эгоистичные, нет. Потому, что они этого просто не понимают. Они не способны этого понять. Сила особенности своего, ну, сила особенности своего пола просто, вот. Понимаете? Какая история. Вот. Либо вы это для себя понимаете, либо нет, либо вы для себя это выявляете, либо нет, либо вы признаёте, что есть такая история, либо нет. Понимаете? И всё. Другого пути, другого пути попросту быть не может, в принципе. Вот. Поэтому, опять же, да, тот факт, что вы одновременно учились, работали и должны были уделять ей внимание, да, то есть такая вот история, ситуация. Это свидетельствует на вашу ответственность. То есть вы так организовали свою деятельность, да, вы так организовали свою деятельность, вот, что, как бы, у вас не осталось время на девушку. По сути, вот. Понимаете? Это, это, очень негативный аспект. Это говорит о том, что вы не умеете распределять свои ресурсы. Опять же, работая вы специальности, ну, учись по специальности, которая вам нравилась бы, которая бы вас устраивала бы полностью, да, и, соответственно, работая в этом же направлении. Вот. Я не думаю, что вы бы испытывали бы подобные трудности на самом деле. Вот. Ну, потому что вам было бы легче. А так вы всё это делаете для неё. Оно просто таким контекстом это высказывается. Что всё это вы делаете для неё, мол, типа, я же для тебя стараюсь, да, чего тебе ещё надо. О. Так, а вот в том ты и делал. В том ты и делал, что надо. Девушке надо. Знаете, вы можете не работать, можете не учиться в некоторых случаях, но вам нужно уделять ему внимание. Знаете? Особенно, если вы на расстоянии. На расстоянии. Вот. Вот и всё. Вот и всё. То есть то, что у девушки ведёт себя непоследовательно, это уже отдельная история. Тут нужно разбирать кто, где, как и в чём есть непоследовательность. Потому что я не буду делать выводы, исходя только из вашего рассказа. То есть да, по вашему рассказу получается так, что она вот такая непоследовательная, что вы, там, соответственно, не можете простить её предательство и так далее. Но вы не можете простить не её предательство, потому что в глубине души вы знали, что она такая. Вы не можете, вы не можете простить её потому, что вы не понимаете, как, как так. Вы столько для неё делали, да? Вот. Столько всего вы для неё делали, а она вас вот так вот, ну, отблагодарила. Грубо говоря. Понимаете? Это вы не можете понять. И в этом, в этом, собственно, и заключается вся история. Вот. Таким образом, таким образом, как только вы начнёте действовать в большей степени, в степени для себя, в меньшей степени для других хищенец, сама проблема с предательством. Потому что, продавать будет нечем. Так, у вас, соответственно, вы от себя много, много, много требуется. Ну, в контексте, другого человека. И от неё много требуется. А так нельзя. Так это не работает, к сожалению. Понимаете? Понимаете? Вот и всё. Вот по почту можно вам ответить. На ваш вопрос. Ну, ещё раз, да? В том контексте, в каком вы его подали. То есть, вы вообще вопроса не задаёте, да? То есть, у вас нет вопросов. Вы какой, грубо говоря, помощи-то хотите получить? От психологов. Какой помощь? Какая помощь вам нужна? Именно от психологов. Что, что, чего бы вы хотели от психологов? Вот. Вот. Дайте запрос. И с запросом уже можно будет работать. Поменять себя, поменять девочку, изменить отношения. Изменить ситуацию. Решить ваши проблемы. Решить её проблемы и так далее. Вот. Подумайте. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи! 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 Удачи!